В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И сегодня в гостях в нашей студии директор клиники красота и здоровья Мария Горбунова. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Мария Александровна Горбунова, директор и главный врач клиники красота и здоровье. По образованию врач-онколог. Шесть лет проработала в государственной больнице, потом ушла в косметологию. Получила сертификат врача-косметолога и открыла собственную клинику. Как врач-косметолог консультирует по процедурам, уходу, подбирает косметику, занимается лечением акне и розация, в том числе у подростков. Проводит все инъекционные процедуры в косметологии, нитевой лифтинг, чистку лица, а также удаление образований на коже методом электрокоагуляции. Благодаря медицинскому образованию и опыту работы, Мария Александровна Горбунова подбирает оптимальные процедуры и уходы для каждого клиента, исходя из его потребностей и состояния здоровья и кожи. Мария, до Нового года осталось совсем немного времени и традиционно люди вспоминают о том, что в новогоднюю ночь они хотят выглядеть красиво и пытаются в оставшиеся две недели впихнуть все возможные процедуры, чтобы привести себя в порядок. Понятно, что готовиться к новогодней ночи нужно уже после этой, готовиться к следующей, но тем не менее, есть ли какие-то методики, которые позволят хотя бы какой-то минимальной лоской красоту навести за оставшееся время до Нового года? Ну, на самом деле, вы правы, сейчас народ так активно начинает просыпаться и самый такой актуальный на сегодняшний день запрос, сделайте что-нибудь, чтобы новогоднюю ночь или чтобы корпоративу я была красивая. Я, конечно, не сторонница такого, так скажем, экстремального преображения, потому что такое ощущение, что вот в течение всего года мы ничего не делаем, а тут вот там срочно надо быть красивой именно к Новому году именно за две недели. Я могу точно сказать, что не надо делать никаких агрессивных процедур, желательно не делать никаких инъекционных процедур косметологических, потому что, как правило, они всегда имеют восстановительный период, после них могут быть синяки, отечности, т.д. и т.п. Лучше вот это все оставить на время после Нового года. Но действительно уходовые процедуры, которые помогут, так скажем, в короткое время привести кожу в чувство, они есть. Это, например, поверхностные пилинги. Причем даже после одной процедуры вы уже увидите, как лицо стало такое блестящее, выровнялся цвет, выровнялся текстура кожи, сразу как-то вроде все проснулось, так скажем, жить хочется. Это неинвазивная карбокситерапия, когда тоже после одной процедуры есть эффект. Это ручной массаж лица, прекрасно убирает отеки, оказывает лимфодренажное действие, выравнивает тоже цвет лица, микроциркуляцию улучшает. Это микротоковая терапия. Как раз до Нового года можно успеть сделать несколько сеансов. То есть это те процедуры, когда вот прямо здесь и сейчас можно выглядеть красиво. Есть еще такие прикольные энзимные маски. Энзимный пилинг, пилинг или энзимная маска называется, тоже классно снимает вот этот вот роговой слой, который дает как раз вот эту серость, какую-то тусклость кожи. То есть даже после одной процедуры с энзимным пилингом сразу лицо такое свежее, преобразившееся. Естественно, это все не держится долго, но вот для того, чтобы быстро привести себя в порядок к новогодней ночи, вполне себе подходит. Это такие экспресс-методики. Вот у меня завтра корпоратив, я сегодня иду к косметологу. Или прямо, может быть, накануне, через три часа идти, я пришла, меня... Вполне можно, да. Например, если брать микротоковую терапию плюс энзимную маску, замечательно. Вот прям сразу здесь и сейчас эффект отдохнувшего лица, так вот прям как будто вы хорошо поспали, отдохнули или вернулись из отпуска. Эффекта хватит, ну, на 3-5 дней вам примерно хватит этого эффекта. Но потом, конечно, его нужно будет закреплять и продолжать, да, какие-то... Конечно, да. Все-таки, чтобы был такой длительный эффект, это все курсом, это надо проходить. То есть это все процедуры, которые требуют применения там 7, 10, 15 раз примерно, чтобы был длительный эффект. Но это такие процедуры, которые вы перечислили, мне кажется, они прям вот всем подходят или все-таки есть какие-то у них противопоказания? У этих процедур, я бы сказала, минимальные противопоказания. Это обострение каких-то хронических дерматологических заболеваний на лице, то есть обострение дерматита какого-то, это воспалительное заболевание на лице. Но, в принципе, никакие процедуры нельзя делать при наличии воспалительных заболеваний на лице. Это герпес на лице в стадии обострения. Вот, пожалуй, главное противопоказание при всех остальных, так скажем, случаях можно делать. Но по большому счету это такие базовые уходы. Да, 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 базовые уходы. Как дополнить домашний уход в это время, чтобы усилить вот эти вот мгновенные процедуры? Или он остается, как обычно? Можно в домашний уход взять, например, энзимный пилинг. Это такой порошочек, который вы смешиваете с водой, наносите на лицо. Очень хорошо освежает кожу. Это вот то, что продается почти в любом сейчас косметологическом магазине. То, что можно заказать. Это увлажняющие маски. Очень хорошо поделать, потому что большая проблема – это сухость кожи, шелушение. То есть взять маски, несколько раз сделать дома для того, чтобы увлажнить верхние слои кожи. Вот как раз увлажняющими масками, допустим, энзимным пилингом можно дополнить домашний уход. Вот, кстати, затронули действительно серьезную проблему, с которой, мне кажется, сталкивается не только каждая женщина, но и каждый мужчина. Это сухость кожи, потому что батареи включены на максимум и в домах, и в офисах. И кожи не хватает питания. И, мне кажется, даже через 5 минут после нанесения крема, как будто бы крема не было. Здесь, может быть, какие-то процедуры есть косметологические, чтобы помочь коже чувствовать себя лучше в условиях экстремальной сухости. В первую очередь здесь надо все-таки пересматривать домашний уход и те условия, в которых вы находитесь. Ну, что я имею в виду под условиями, это, например, влажность воздуха. Везде, где есть возможность ставить увлажнитель, нужно ставить увлажнитель воздуха. Потому что оптимальная влажность, чтобы кожа не испытывала вот этой экстремальной сухости, это 50-60% воздуха. У нас, как правило, она зимой 30%, этого мало. Особенно, если у человека какие-то дерматозы хронические, но это просто реально кожа прям страдает. Вот, поэтому увлажнитель воздуха везде, где вы находитесь большую часть времени на работе дома, это прям вот must-have, то, что должно быть. Причем увлажнитель, где можно регулировать вот этот уровень влажности, где вы видите, какая влажность. Что еще, с чем я часто сталкиваюсь, это с тем, что люди очень активно очищают кожу очень агрессивными средствами. Это зачастую мыло, причем некоторые это прям даже хозяйственным мылом трудно. Помыл руки, а потом лицо. Чем агрессивнее они будут тереть, тем лучше будет кожа себя чувствовать. Нет, на самом деле нет. Поэтому для мытья, и для мытья рук, и для умывания лица нужно использовать специальные мягкие средства. Это может быть как какая-то профессиональная косметика, это может быть так, дерматологическая косметика. Те средства, которые не будут кожу пересушивать. И использование хороших кремов, липидовосстанавливающих. Причем, опять же, с чем я сейчас сталкиваюсь, с какой ошибкой, что люди начинают перебарщивать с маслами. Они думают, что если кожа сухая, вот я нанесу побольше масла, и значит вот она увлажнится. Нет, на самом деле... Серьезно? Ну да. Вот вы прямо даже на мою ошибку, потому что я перехожу на масло. На самом деле масло в чистом виде ни для какого типа кожи вообще не подходит. Масло, оно наоборот оказывает, я бы сказала, такой эффект, если часто его использовать, часто наносить, кожа начинает больше сохнуть. Да, поэтому лучше использовать специальные липидовосстанавливающие кремы. Именно кремы. В составе крема масло может быть, но в чистом виде масла ни для какого типа кожи не подходят. Они вызывают обратную реакцию. Мне кажется, сейчас у многих зрительниц реакция, как у меня. Я каждую зиму добавляю в уход масло. Прямо покупаю и мажу тело, и мне, видимо, от этого оно сохнет еще больше. Да, масло нежелательно. Конечно, если прям вот экстремальная сухость, лучше обратиться к специалисту, к косметологу, дерматологу, для того, чтобы он подобрал конкретно для вас подходящий уход, потому что не все, что продается в косметических магазинах, оно подходит. Даже там, если написано, что это там крутое увлажняющее средство, не всегда. Поэтому важно использовать увлажняющие средства и липидовосстанавливающие, чтобы восстановить нашу липидную мантию кожи. Получается, у нас не может быть одинакового домашнего ухода летом, осенью, зимой, нужно все время корректировать его? Это все индивидуально. Я бы сказала, что это зависит от типа кожи, от проблем. То есть, если летом кожа больше жирнится, зимой она больше сохнет, то, конечно, одинаковый уход он не может обеспечить хорошее состояние кожи и летом, и зимой. Но, допустим, я знаю, есть люди, у которых кожа в любое время года жирная. Вот даже зимой, даже когда на улице минус 20, у них жирный блеск на лице. Таким людям какие-то плотные кремы, ну, опять же, масла вводить, естественно, зимой не надо. И, возможно, им будет хватать одного и того же ухода и зимой, и летом. То есть, здесь нужно ориентироваться на проблему, на тип кожи. В любом случае, нужно начать знакомство со своей кожей, с консультацией у косметолога, получается? Лучше, да, потому что не всегда мы можем определить. То есть, иногда нам кажется, что кожа у нас жирная. На самом деле, приходим, косметолог говорит, нет, вообще у вас кожа нормальная. То есть, тем более, есть такое состояние, как кожа жирная, но при этом пересушенная. То есть, такое тоже бывает, и не всегда человек может это определить. Поэтому, конечно, лучше, чтобы это делал специалист. Мы начинаем двигаться параллельно. Вот пришли к косметологу, меняем домашний уход и какие-то салонные процедуры делаем. Да, да, да. Если брать какие-то процедуры по увлажнению именно салона, это, как правило, уходовые процедуры, которые включают мягкие какие-то пилинги, чтобы убрать вот эти вот скопившиеся клетки рогового слоя, чтобы отшелушить. Которые включают какие-то увлажняющие маски, восстанавливающие маски. И, опять же, еще одно из заблуждений, которые я часто встречаю, это думать, что инъекциями, то есть гиалуроновой кислоты, допустим, можно кожу увлажнить. Здесь немножко, опять же, разные понятия. Инъекции гиалуроновой кислоты используются, в первую очередь, не для увлажнения кожи, в первую очередь, для повышения упругости, тургора кожи. Именно то, что мы ощущаем как увлажненность кожи, то есть, что кожа не сохнет, это связано с состоянием эпидермиса верхнего слоя кожи, куда, в принципе, инъекции не вводятся, не попадают. И вот эти проблемы нужно решать именно уходовыми процедурами, и именно домашним уходом, а не инъекциями гиалуроновой кислоты. То есть, прямо вот на базовом уровне можно исправить все? Да, конечно, да. Без всяких инъекций, без каких-то агрессивных вмешательств. Это можно сделать просто нормализовав уход и режим увлажненности в помещении. Зима. Мне кажется, это любимое время для многих женщин в том плане, что, наконец-то, можно делать глубокие, какие-то более агрессивные пилинги. Понятно, что перед Новым годом мы их не делаем, потому что могут какие-то истории выйти на лице. Но, тем не менее, сейчас солнца практически нет, мы просыпаемся темно, засыпаем темно, темно все время. Солнце в наш обеденный перерыв, мы на него не успеваем. Какие процедуры вот можно сейчас сделать, наконец-то? Да, сейчас для каких-то таких глубоких пилингов, для каких-то агрессивных методик, прямо вот самое то. Из процедуры, допустим, поверхностно-срединные пилинги, типа пилинга Джесснера, это ретиноевый или желтый пилинг, вот то, что прямо вот сейчас можно делать. Это время для глубокого пилинга, вернее, для срединного пилинга на основе трехлоуксусной кислоты. Это время для всевозможных лазерных методик, лазерной шлифовки, лазерного омоложения. Это самое подходящее время для фототерапии. Все эти процедуры можно в вашей клинике получить? У нас из процедур есть поверхностно-срединный пилинг, пилинг Джесснера, есть ретиноевый пилинг. Лазера, к сожалению, пока нет, пока он только у нас в проекте планируется. После этих процедур кожа становится более беззащитной. Я уже сказала, что солнца нет. Тем не менее, нужен ли SPF-фактор в креме, чтобы защитить кожу зимой? Здесь все индивидуально. Здесь зависит от индивидуальных особенностей кожи и, допустим, склонности к пигментации. И, естественно, от режима дня. Потому что если человек уходит на работу к 8 часам утра, выходит только в 5 часов вечера, то есть уходит темно, приходит темно, то SPF в принципе не нужен. SPF нужен тогда, когда мы выходим на улицу в светлое время суток, причем если мы на улице не 10 минут пребываем, а полчаса и больше. Соответственно, в это время SPF нужен, но SPF-фактор для кожи, не склонной к пигментации, хватит 15-20. Для кожи, которая склонна к пигментации в любое время года, нужно SPF минимум 30, летом это SPF 50. То есть надо смотреть на индивидуальный режим, потому что некоторым крем с SPF действительно нужен. Тем, кто много времени, и в том числе и в светлое время суток проводит на улице, некоторым SPF не нужен. К слову про пигментацию, это уже, наверное, время выводить все эти следы солнца, которые солнце оставило летом и осенью, которая у нас затянулась теплой. Какие-то веснушки, пятнышки уже можно, да, тоже сводить? Да, можно. Я бы сказала, веснушки это то, что бесполезно выводить, это генетика, ничего с ней не сделаешь. Это даже если вы улучшите состояние при веснушках кожи, немножко их осветлите, как только первый лучик солнца в конце февраля, начале марта вас осветит, все эти самые веснушки вылезут вновь. Но заниматься как раз пигментацией сейчас самое время. Это может быть как какие-то подобранные врачом-косметологом средства для домашнего ухода. То есть есть специальные отбеливающие кремы, отбеливающие сыворотки, так и процедуры у косметолога. Это, например, пилинги, это лазерные методики, это фототерапия. То, что применяется против пигментации. Как привести себя в порядок внешне мы с вами поговорили. Теперь давайте поговорим, как не запустить себя в новогодние праздники. Потому что традиционно это время обильных застолий, когда в ход идет все и майонез, и сладкое, и все, что в обычной жизни жирное мы, может быть, не едим. В Новый год все это оказывается на столе, причем не только 1 января, мы потом это до 13-го все доедаем. Как не сделать так, чтобы потом было смертельно грустно, глядя на себя в зеркало, ну и, собственно, не получить проблем никаких с ЖКТ. Как планировать свой праздничный стол, на что обратить внимание. Потому что, ну, все равно будет оливье с майонезом у каждого. К сожалению, у нас еще почему-то вот эта традиция, что на Новый год мы объедаемся в течение всего остального года, мы вот ждем вот этого Нового года, у нас она еще жива. Хотя я не очень уже ее понимаю, потому что то же самое оливье сейчас доступно, ну, в течение всего года. Я, мое главное, так скажем, правило, и то, что я говорю всем, перестаньте делить еду на праздничную и непраздничную. Поэтому поймите, наконец, что оливье, селедку под шубой вы можете есть в течение всего года. И что Новый год – это не время объедаться. Воспринимайте это, допустим, вот этот праздник, как время попробовать чего-то новое. Попробовать какие-то там те же самые салаты, которые вы не пробовали. Купить какие-то новые ингредиенты. Что-то приготовить такое, что вы в обычной жизни не приготовите. Воспринимайте это больше как время экспериментов, но не время того, чтобы сесть и объесться. Вот это первое, наверное, то, что бы я посоветовала. Вот второе – это постараться даже на праздничном столе сохранять баланс. То есть та самая канадская тарелка питания, где половину составляет овощи, фрукты, одну четверть сложной углеводы, одну четверть белки, постарайтесь ее и на Новый год тоже, так скажем, использовать и применять. Сделайте так, чтобы на новогоднем столе в большом количестве были какие-то овощные закуски, овощные салаты. И в первую очередь, когда вы начинаете есть, накладывайте себе в тарелку овощи зелень. Так вы меньше съедите, так скажем, вот этих вот жирных, насыщенных салатов. И так вы сохраните здоровье и не получите вот это вот ощущение, что я переела, что вот очень тяжесть какая-то сильная. Вот это я бы, наверное, посоветовала. А что исключить? Ничего. Ну, то есть жестких исключений не надо, потому что, естественно, все исключения потом ведут к, наоборот, тому, что нам хочется, это еще больше и больше, и мы, в конце концов, переедаем. Поэтому можно есть все, только по чуть-чуть. То есть, допустим, какие-то жирные майонезные салаты, ими не надо переедать. Ну, хотите, съешьте, пожалуйста, но просто немного. Опять же, сохраняя баланс. Потому что, естественно, переели жирных салатов с майонезом, чувствуете тяжесть, неприятно, потом начинается вот это чувство вины, я переела, я такая плохая, там, или переел, плохой. Поэтому баланс сохранять можно, но есть можно все. Наполеон, пожалуйста, можно. Ну, не полторта, ну, маленький кусочек возьмите. Держите себя в руках. А так можно все. Ну, единственное, против чего, естественно, я как врач выступаю, это против алкоголя. Вот, как бы безопасная доза алкоголя не существует, а что касается еды, просто сохранять баланс, можно все. Две недели до Нового года. Понятно, что если сейчас выбрать какую-то диету, никаких результатов, наверное, не достигнуть, но, может быть, как-то скорректировать питание, чтобы получить то самое чувство легкости к новогоднему столу, и таким образом, чтобы не сорваться за ним. Да, я бы сказала, что вот это вот, когда за две недели до Нового года нужно срочно похудеть, и люди просто как-то какие-то экстремальные такие диеты используют, я бы сказала, что для здоровья... Перестают есть. Да, это очень вредно для здоровья. Это 100% переведет к тому, что за новогодним столом вы будете переедать, вы будете потом недовольны собой, вы будете себя ругать, потом начнется вот этот замкнутый круг из жестких диет, ограничений, потом срывов. Поэтому просто питайтесь нормально, сбалансированного. Для того, чтобы получить какой-то дополнительный эффект, получить вот эту дополнительную легкость, можно на данный момент вот за две недели до Нового года свести к минимуму употребление полуфабрикатов продуктов глубокой переработки. Это, например, колбасы, сосиски, ветчины, потому что в этих продуктах, как правило, много жиров, и в них много соли. Соль задерживает жидкость, поэтому мы от этих продуктов, от избытка таких продуктов мы можем оттекать. То есть свести к минимуму употребление вот этих продуктов, больше питаться свежеприготовленной едой, делать упор, опять же, на большое содержание фруктов и овощей. Можно, как вариант, минимизировать количество десертов, постараться десерты заменять свежими фруктами, ну или, по крайней мере, сухофруктами. И, опять же, обращать внимание на продукты с большим содержанием соли, чтобы их уменьшать, чтобы не задерживать жидкость. Ну, естественно, ни в коем случае не голодать. И не садиться на экстремальные диеты какие-то. Вот ваше мнение еще как врача. Мне интересно, очень многие прибегают к средствам, к каким-то чаям, кофе специальным, которые выводят жидкость из организма. Вот это насколько допустима история? Лучше не злоупотреблять этим, потому что, как правило, вот эти чаи, они содержат... Они никем не проверяются, не контролируются. Что они там в своем составе содержат, и как это повлияет на здоровье, это неизвестно. Поэтому без рекомендаций врача я бы не советовала ничего такого принимать. Знаю еще точно, что есть люди, которые используют диуретики, таблетки, которые, опять же, мочегонные, так скажем, которые тоже вводят жидкость именно с целью похудеть. Этого делать не надо, потому что... Но это дает эффект прям, видимо, и сразу. Да, но при этом могут выводиться электролиты, то есть там натрий, калий, то, что нам нужно для работы наших всех систем. Поэтому не надо это ни в коем случае делать без назначения врача. И вот этими чаями-добавками злоупотреблять точно не надо. А вообще при корректировке рациона можно повлиять на вес, на форму? Конечно, можно, естественно. А вы как диетолог в том числе можете помочь с этим? То есть вы как-то составляете рацион питания, график питания? Рацион, график нет, потому что все индивидуально. Но я, естественно, когда, допустим, ко мне приходит на консультацию человек с целью похудеть, мы выясняем его стиль питания. Он приносит обязательно с собой дневник питания. Я смотрю, что у него в рационе, что недостаток, чего избыток, допустим, что он, может быть, употребляет слишком много, чего он недоупотребляет, допустим. И потом уже, исходя вот из этого, составляем не то, что не готовое меню нет, но какие-то рекомендации по питанию, по подбору продуктов, по способу приготовления, естественно, я даю. Я против того, чтобы людям давать готовое меню, готовые списки продуктов, потому что мы все разные, у нас разный график работы, у нас разный образ жизни, у нас у всех разные возможности в плане самостоятельного приготовления еды. И никаких вот таких универсальных для всех подходящих меню, их просто не существует, это миф. Но тем не менее, мне кажется, вот универсальная вещь, это следить за тем, что есть, потому что вы сказали дневник питания, то есть надо прямо отслеживать. Да, отслеживать, да, и отслеживать, допустим, ситуации, в которых мы переедаем, отслеживать ситуации, когда мы допускаем слишком большие интервалы между приемами пищи, потому что они могут, вот эти большие интервалы, способствуют тому, что мы слишком голодные, вот прям вот, и мы, естественно, в этот прием пищи можем переесть. То есть за этим надо следить, за графиком еды тоже нужно следить, отслеживать то, что ешь, естественно, нужно, но это, опять же, не какие-то жесткие прям вот рамки, потому что все индивидуально. Ну, я так поняла, что главная составляющая красоты здоровья – это своевременность, то есть своевременно обратиться к косметологу, чтобы проконсультироваться, узнать все о состоянии своей кожи, скорректировать домашний салонный уход, а не откладывать все на две недели до Нового года. Но, тем не менее, те, кто отложил, у них тоже есть шанс сиять. Второй момент – это умеренность в еде, ну и тогда все, наверное, должно получиться. Я бы еще сказала, в плане еды, пожалуйста, не забывайте про пищевую безопасность, то есть те же самые салаты с майонезом, максимум двое суток хранятся в холодильнике, потом, если вы их не доели, обязательно выбрасывать. Все готовые, уже готовые блюда, также хранятся максимум двое суток. Потом, пожалуйста, не ешьте, потому что это все может закончиться больницей, к сожалению. Мария, спасибо большое за ваши советы. Я думаю, многим, не только телезрительницам, но и телезрителям сегодня было полезно и узнали многое о том, как быть красивым и, самое важное, здоровым. Потому что красота без здоровья, она невозможна. Спасибо большое, что вновь пришли в нашу студию. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо большое. До свидания. А с вами увидимся на канале 16. Всего доброго. Пока-пока. Клиника «Красота и здоровье» оказывает огромный спектр медицинских и косметологических услуг. Здесь можно получить консультации хирурга, диетолога, уролога, онколога и психолога. Доктора осуществляют весь спектр амбулаторных услуг. Консультации, хирургические манипуляции, наблюдения после оперативных вмешательств, ведения пациентов с профильными заболеваниями. Врачи работают по принципу доказательной медицины, а значит, их пациентам не придется тратить время и деньги на лишнее назначение и обследование. В клинике принимает врач-косметолог, проводит процедуры инъекционной косметологии, консультации по уходу за лицом, а также лечение акне и розация, в том числе у подростков. Косметолог-эстетист проводит уходовые процедуры для лица по типу кожи, делает пилинг, пирсинг, в том числе детский прокол мочек уха, а также депиляцию и аппаратные процедуры, РФ-лифтинг, микротоковую терапию. Все используемые в работе препараты имеют регистрационное удостоверение, то есть разрешены к введению в ткани человека. Также в клинике работает массажист, который владеет всеми видами медицинского массажа, и психолог, к которому можно обратиться в любой сложной жизненной ситуации.